Всем привет, ребята! Вы на моем канале Транспорт Даниль. Сегодня поговорим, когда откроют последние участки Большой Кольцевой Линии. Поехали! Итак, что я вам хочу рассказать о печали открыть последние участки Большой Кольцевой Линии в конце декабря 2022 года. Но все-таки не могли. Поэтому их должны открыть либо в январе, феврале или марте 2023 года. И поэтому, наверное, консульт дворя может откроет юго-восточный участок, а к началу марта северо-восточный участок. Так, непонятно, что произойдет в 2023 году. Это вообще. Ну, и поэтому в 2023 год должны еще открыть станции Потапова-Сокольческой Линии, участок Сотовской Линии от Рассказовка до Вдукова и участок Калининской Сотовской Линии, от Делого Центра до Третьяковской, который соединит два желтых радиуса – Калининский и Сотовский радиус. Ну, а теперь мы поговорим о открытии участков БКЛ. Итак, в юго-восточный участок войдет всего шесть станций, а именно Варшавская после реконструкции, Каширская после реконструкции, Кленовый Бульвар, который будет там пересадкой на будущую Берлевскую Линию. Нагадинский затон, который она должна называть свою еще корабельный. Печатники с пересадкой на Люблинско-Дмитровскую и второй диаметр, также Накаширская пересадка на Замскворецкую линию. И текстильщики с пересадкой на Таганско-Краснопресненскую линию и на второй диаметр. А также хочу рассказать о Троицкой линии, тоже должны открыть в 23-м году. От Крымской, ну, например, до Камнаки с пересадкой на Сокольческую линию. А также сейчас расскажу об северо-восточном участке Большой Кольцевой линии. Поехали! Итак, станция Сокольники с пересадкой на Сокольническую линию. Станция Рижская с пересадкой на Каусско-Рижскую линию и на второй диаметр. И Марьяна Роча с пересадкой на Люблинско-Дмитровскую линию и на второй диаметр. Ну, если что, ребята, Теперь я расскажу вам о истории Большой Кольцевой линии. Итак, первый участок Большой Кольцевой линии был открыт 27 февраля 2018 года. И участок был от станции Петровский парк до станции Деловой центр. Следующий участок на станции Савеловская, который открыли в конце 2018 года. Итак, следующее. Солнцевская линия предлежала объединяться с Большой Кольцевой линией, и она принадлежала для Большой Кольцевой и Солнцевской линии. То есть потом, в 2020 году, отсоединили участок на станции Савеловская, и поезда только ехали на Савеловскую линию до Делового центра. Следующая история БКЛ. 1 апреля 2021 года открывают две новые станции БКЛ, а именно Мнемники и Народное ополчение. Следующая. 7 декабря 2021 года открывает участок Мнемники Каховская. Состоит из 10 станций Терехово, Кунцевское, Давыдково, Аминское, Мечуровский проспект, проспект Ренадского, Новаторское, Воронцовское, Юзино и Каховское. После реконструкции. Ну, такая история. А что нас ждет в 2023 году? Должны открыть последние участки БКЛ, а именно юго-восточные и северо-восточные участки БКЛ. Северо-восточный участок от станции Электрозаводская до станции Савеловская. А юго-восточный участок от станции Каховская до станции Нижегородская. И да, кстати, участок Нижегородская-Электрозаводская скоро отсоединят от Некрасовской линии и будет принадлежать только для ПКЛ. Да. ПКЛ принадлежит для Некрасовской линии, но скоро в этом году отсоединят Некрасовскую линию от Электрозаводской. И поезда Некрасовской линии Розовой ветки будет следовать только до Нижегородской. И участок Некрасовской линии Нижегородская-Электрозаводская уйдет в историю. И это будет уже принадлежать участок Нижегородской-Электрозаводской для ПКЛ. Ну, вот такой рассказ, ребята. Мне, конечно, понравилось рассказывать вам о истории БКЛ, а также, что произойдет в 2023 году. И вот так. Ну, ладно, ребятушки. Сейчас я с вами попрощаюсь. Ну, что ж, ребятушки. Мы окончили с историей БКЛ и другими событиями, которые должны произойти в 2023 году. Ну, ладно, ребята. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. А также не забудьте нажать на колокольчик. Ну, что ж, ребята. Всем пока-пока. Продолжение следует...